Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Зератул, и с вами девятая серия прохождения игры под названием Genshi Impact. Я решил, что в этой серии мы немножечко займемся нашим инвентарем, так сказать. У нас накопилось много всяких героев, которых можно, во-первых, возвысить, во-вторых, можно будет всякие роллы поиспользовать, и вот это вот всё. Плюс вне записи я заходил в игру, и мне пришлось... Ой, а что такое у нас с фпсиками? А что такое с фпсиками? Опять слетело? Так, подожди. Тише, 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 тише. Короче, что-то я не понял, что произошло, но пусть будет, в общем, вот так. Так, сейчас фпс. Вернулись. В общем, вне записи немножечко побегал по миру. В основном открывал, ребят, цветочки. Вот эти вот цветочки, вот. Видите, вот такие цветочки. Вот, и накопилось, короче, у нас много всяких вещей, которые стоит сделать, но их не хочется делать вне записи, потому что потом, ну, вы будете удивляться, откуда у меня те или иные вещи. Это первое. Второе, вне записи я проходил всякие тестики, которые мне отправила компания, создавшая эту игру, непосредственно на почту. И за это все дело мне прислали кучу наград каких-то непонятных, поэтому давай вот всякое и получим. Тут вот, например, еда. Это что такое? Опыт героя и слабая смола. Предмет используемый для заряда переворотной смолы. Вот. Дальше, например, что здесь есть? Вот ролик. За что-то там. День рождения Беннета, например. Давай тоже получим. Вот. Дальше что? Ваш стример немножечко, немножечко сглупил и в Манштадте совершил одну фатальную ошибку. Знаете какую? Вне стрима я хотел посмотреть, где можно получить, знаете что? Смотрите. Я хотел понять, где можно получить вот это. Осколки бриллианта. Как вы помните, парочку таких осколков, вернее не таких, а похожих, я купил в лавке со всякими ценностями. И я подумал, а что если, что если я такие осколки смогу купить в ней? Я в нее пришел, посмотрел, послушал, а мне там и сказали, мол, так-сяк, мы ничего такого не имеем, идите дальше. Вот. И я такой, ну может быть это где-нибудь в гильдии приключений дается? И решил посмотреть, что за награда в гильдии приключений. И мне возьми Катерину и вывали какой-то квест, прикинь. Вот. И я, короче, не ожидая, я его просто прочитал. Ну, в общем, суть всего происходящего в том, что она нам сказала, мол, вот у нас есть поручения, ты достиг того ранга, когда мы можем их тебе давать. И я так понимаю, что поручения, это, короче, местные дейлики. И еще мне сказали, что, мол, вот есть экспедиции, это уже дейлики на подольше, их ты тоже должен выполнять. Вот и все. Ну и я, собственно, сюда хотел вот слазить. И тут вот всякие штучки, давай соберем. Специально оставил это все до видоса, чтобы все при вас собрать, все при вас открыть. Здесь вот есть парочку роллов. Вот. И на 15 уровне как раз-таки осколок бриллианта, который мне так нужен, ребятки. Который мне так нужен для апгрейда моего прекрасного, прекрасного зеротульчика. Так что наша задача предельно проста. 15 ранг взять, а до него осталось, сам видишь. Просто буквально чуть-чуть-чуть. А это значит, что? А это значит, что мы сейчас с тобой сделаем следующим образом. У меня, короче, накопилось полным-полно героев, которых я могу возвысить. И за все это мы будем получать роллы. И вот мы сделаем как с тобой. Мы сейчас берем, идем по сюжетке, получаем 15 ранг и апаем героев. Получаем кучу роллов. И их используем. Вот и все. Вот предельно такой у нас план Капкан, поэтому бежим. Куда бежим? Бежим по квесту. А по квесту у нас следующее. Проникнуть в убежище Фатуи. Тот самый квест, который мы не закончили в прошлый раз. Поэтому мы жмем на кнопочку М и ищем убежище Фатуи. А, нет, нет, нет. Мы еще перед этим чекнем, что там за квесты дают в гильдии. А то я прослушал, но толком не вникал. Значит, смотри. Награда поручений. Простите, но вы еще не выполнили достаточно поручений. Ах ты ж, ел и пала. Ну, короче, это типа... Видимо, вот знаки вопроса такие восклицательные. Знаки вопроса восклицательные. Что я говорю? О экспедиции расскажи. Манштадт. Небольшая тропинка среди густых деревьев. Проходящие здесь путники зачастую принимают шелест листьев за шепот ветра. Вот почему этот лес начали называть шепчущим. Хорошо, а шо это? Лимит текущих экспедиций. 4, 8, 12, 20. А шо это такое? Это типа я куда-то могу отправить? Так это... Может отправить какого-нибудь персонажа, которым я вообще не пользуюсь? Че у меня по персонажам? Кем я не пользуюсь? Я не пользуюсь своим главным героем. Эмбер и Лизой. Ладно, давай не будем, короче, спешить. А то опять окажется, что я ее отправил куда-нибудь. Это, кажется, не нужно было делать. Короче, пошел-поехал. Поэтому давай сначала выполним вот этот квест. Получим 15 ранг. Апнем всех, кого можем апнуть. Ну и что-нибудь еще там придумаем. Побежать, короче. Где квест? Вот здесь, да? Так, давай, нингуаночка. У нас уже все, ребят, 20 уровня, кроме нингуан. Но нингуан мы и не апнем, собственно. Потому что для нингуан, вернее, для апа нингуан, нужен какой-то особый цветочек, который мы днем с огнем не сыщем. Вот. Так, давай смотреть. Нужен ветер и молния. Нужен ветер и молния, понимаешь? Понимаешь? Ветер и молния. И вот вместо кого мне тут вешать ветер и молния? Еще раз. У меня есть огонь, снег, нужно ветер и молния. Получается, мне два каменных не нужны. Ммм. Нет, так мы не хотим. Но Эль нужна. Ну и нингуан нужна. Блин, как быть? Ладно, хорошо. Допустим, мне будет нужен... Вот этот вот персонаж. Ладно, пусть будет, короче, вот так. Только тогда давай мы тебе меч отдадим, который Кея носит. А то как-то совсем не очень-ски. Ой, не улучшить, не улучшить. Простите, пожалуйста. Сменить. Конечно же. А, так у нас тут есть еще меч. Бонус физического урона, сила атаки. Нет, давай. А я не знаю. Ну давай. Подтвердить. Тогда, получается, нам нужно теперь меч Кеи. Вот так, все. Все счастливы, все довольны. Теперь... Ой. А, ну да, все. Четыре персонажа, давай. Вы... Так все же, я же все, я готов. Нингуаночки нет, конечно. Ну, ну что поделать, ребятки. Ну, вот так вот. Без Мнингуан будем играть. Запись-то мне пошла, да? Какой делюк? Зачем вы мне дали делюка? К такому меня жизнь не готовила. Буду откровенен. Да ел. Ну, нифига себе тут у вас пасхалочки. На пол лица пасхалочки. Обалдеть. Так, а че это у нас тут? А че это? Ага. Ой. Можно сразу на тебя ультануть? Видимо, нельзя. А почему на нем масочка? Эй, мистер, ты расскажи, почему на тебе масочка? Подожди, ты слышишь? Меч поет. Погоди, у меня меч называется флейта. Он поет... А, погоди. Меч поет? Меч... Что? Попадание обычной или заряженной атакой дают музыкальные ноты. При накоплении пяти нот активируется сила музыки, которая наносит 100% урона окружающим врагам. Нота исчезает через 30 секунд. Новую ноту можно получить раз в 0,5. Оооо, а я... Нет, я знал. Я знал. Я просто притворяюсь. Обалдеть, у меня меч поет, оказывается. Не, ну это шок, конечно, шок-контент. Так, ну и что здесь у нас? Эм. Ради чего, собственно, я столько всяких разных персонажей-то брал? Нет, нет, не ешь меня. Ты, ты человек? Оборона всего уровня была прорвана? Я думал, что нас атакует Орден Бездны. Мы же... Мы пришли за Небесной Лирой. Как вы узнали, что Небесная Лира находится здесь? Она хранится под замком. Если вы хотите найти ключ, то ищите его дальше в руинах. У меня его нет. Я не в курсе, где именно находится ключ на другие стражники. Они должны знать. Они... Он напуган до смерти. Вы? 11 предвестников уже в Манштадте. Сеньора, она подвесит вас к потолку и будет пытать, когда это произойдет. Не вздумайте сказать обо мне. Шо? Спуститесь под земелью Фатой и найдите ключи. Сеньора, какое странное имя. Угу. Номер 8 из предвестников Фатуи, также известная как Сеньора. 11 предвестников в ответе за всю ту мерзость, что творит Фатуи. Так, давай хотя бы вот так вот, чтобы было логично. Мы должны действовать быстро, пока они ничего не узнали. Так, ну вот, ребятки. Теперь возвращаемся. Ну и шо? Куда мне тогда бежать-то? Я что-то не понял. Погоди, нет, это назад дорога. А куда бежать-то? Дорогу-то не открыли. Алло. Алло, тук-тук. А! Я просто смышлен, ребят, я сразу понял. Вот, не доверяю я таким залам, открытым большим. Почему у меня не отслеживается квест? Можно квест? Шо это за квест? Погоня за тенью. Странно, ну ладно. Обычно вроде пишется квестик. Врата возрождения активированы. А че это? Короче, пошли. Короче, пошли, короче, пошли. Здравствуйте. Ой. Так, тут всех перелопать. Я все ради картош... Мы уже везде посмотрели, ключа нигде нет. Может, он в другой комнате? Я ради картошки, ребят, сражался. Как вам такое? Новый уровень испытаний. Так, ладно. Жадный стражник. Вы кто такие? Как сюда попали? Мы из общества по укреплению снежно-манштадских отношений. Довольно болтални, сдавайся. Давай, довольно болтални. А, не дождешься. Ммм. Моя воля твердая и непреклонна, как сама вечная мерзлота. Да, да, да. Давай, я сейчас быстренько тебя уделаю. Это кто такой? Погоди, ты не тот стражник, с которым я калякал. Явно. Погоди, но ты же не тот же стражник, с которым я говорил. Ты вообще девочка, по-моему. Какой-то странный стражник. Взял, убежал вместо себя. Деваху оставил. Ну, что за... Вот опять эти мужики, вот. Вообще. Да, алло, ты где? Нифига ты шустрая. Он сказал, что ключа здесь нет. Посмотрим в другой комнате. Конечно, посмотрим. Что нам еще-то остается? Вообще, здесь вот что-то огромное, да? Открыть дверь вот. Ну, ладно, видимо, нам нужно дальше. Рота Возрождения активированы. А это что? О, дорога вниз. Кстати, вон и ключ. Редис. Так, это не ломаемо. Пшеница. Подожди, я что-то не посмотрел. Давай-давай-давай. Ой, а это что за штучки? Блин, тут у каждого меча своя анимация, свои всякие штучки. Так интересно. Что у тебя меч делает? Оружие. Расколотый камень. Попадание обычной или заряженной атакой увеличивает силу атаки и защиты на 4% в течение 6 секунд. Эффект может складываться до 4 раз и возникает раз 0,3. Я опять нашел что-то. Мы уже везде посмотрели. Ключа нет. Может, в другой комнате? Угу. В другой комнате, видимо. Осталась всего одна комната. А то ключ наверняка должен быть там. Как туда попасть? А вот так, видимо. Какие интересные здесь оружки, оказывается. То есть любая эпическая или легендарная оружка, судя по всему, очень крутая. И у нее своя анимация, свои перки. Блин, круто. Клево. Что-то мне с каждым разом все больше и больше нравится эта игра. Не понял. 18 метров. А, вот сюда. Здорово. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Сдавайся, никто не придет тебе на помощь. Ты уже победил остальных стражников? Да, мы размазали их. Да. Что? Я тебя не боюсь. На моей стороне агент Фатуи. Хорошо. У меня нет выбора. Проходите. Вот ключ. Идите прямо по коридору из главного зала. Только никому не говорите, что это я дал вам ключ. Фу ты трус. А как же посражаться? Проваливайте, вы получили, что хотели. Неинтересный ты какой-то. Ну, в общем, вот, нашли ключик. Ну-ка, так, войдите в хранилище. Вроде ничего нет особо. Ради чего здесь электричество-то нужно было? Кто-нибудь мне объяснили? Крысы, откуда вы здесь появились? Сеньоре не понравится, что вы суете нос в наши дела. Я с вами сам справлюсь. Не хватало ей еще пачкать руки. Так, ну давай. Замингов. Агент сжигающей клинки. Так, ну начинается. Покажись. Здорово. Вот тебя и видно стало. А теперь я еще и... Ультану. Ну. А можно как-нибудь его ударить, пока он там в полете? Ай, не важно. Оп. Оп. Так, давай-ка сюда. Нельзя переключить персонажа. Что-то там мне написали. Так, малыш. У меня у самого такие клинки есть. Ага. Так, а я смотрю, ты на... О, кстати, давай на делюке ульту попробуем. Нифига себе у тебя удары. Дяденька. Слушай, а он пафосный. Слушай, а он пафосный. Мечом махает. Просто будьте здрасте. Так, ну ладно, все закончилось. На тебе ультой. На тебе ультой. Мощный атака. Ах ты, мерзавец. Сюда иди. Мистер Замингов. Все. Достижение выполнено. Погоня за лирой. Победили. Давай. Достаем лиру. Небесная лира. Наконец-то небесная лира в надежных руках. Куда он делся? Назад. Он был здесь. Секунду назад он был здесь, в смысле. Сеньора разделается с вами. Песни о твоей кончине будут настолько ужасны, что после них жители Монштата будут сниться одни только кошмары. Для побежденного ты слишком много разговариваешь, трус. Пафосно сказала Пайман. А вот и пятнадцатый ранг. Испытание завершено. Починка небесной лиры. Нажмите П, чтобы открыть меню персонажа. Мудрость. Новое задание. Новое задание. Подожди. А дальше-то куда? А, типа все? Типа пошли? Ну, типа пошли. Мы получили пятнадцатый ранг, как и хотели, собственно. И сейчас будем заниматься апгрейдом героев. Еееее. Да. Давай выберем какое-нибудь красивое место для сего действия. Така давай прямо в Монштадте. Чучи. Мы сейчас с тобой, короче, апгрейднем всех. Получим кучу роллов. За эти кучу роллов пойдем пооткрываем кучу сундуков. На эти кучу сундуков, надеюсь, мне выпадет хоть один какой-нибудь перс. Ну и вот это вот все. Вот. Нас отправляют обратно в таверну. Вероятно, поговорить с мистером Деликом и Джин. Но мы это сделаем, конечно же, чуть позже. Тем временем у нас... Времени прошло немало, конечно, немало. Так. Госпожа Катерина. Дай-ка ты мне награды за ранг приключений. Отлично. Вот отлично. 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 У меня осколок бриллианты есть теперь. Это просто прелестно. А теперь смотри, что мы с тобой делаем. Мы с тобой берем, подходим к фонтанчику. Подходим к фонтанчику. Разворачиваемся и начинаем пафосно всех апгрейдить. И забирать всякие наградки. Значит, получаем. Назад. Закрыть. Отряд. Поменяем отряд. А то ходить с этими героями я не хочу. Четвертое это у нас Нингуаночка. Да. Сменить. Вторая, конечно же, Ноэль. Куда же без нее? Ой-ой-ой. Подожди, подожди, подожди. Сменить. Третья Кея. Первая Сяндлин. Да, все так. Все так, все так, все так. Теперь открываем. И одну за одной. И одного за одним будем их апгрейдить. Смотри. Можем возвысить 20 тысяч. Че, не хватает? Достигнешь 20 уровня. А ты че, не достигла? Ты же достигла. А, вот, возвысить. Новый талант. Перекрестный огонь. Базовое ХП будет увеличено. Базовая защита увеличена. Да. Какая лепота. Плюс один ролл. Так, тебя. Будем ли мы тебя апать? Так, а почему нет, ребятки? Почему нет? Хотя бы ради ролла. И тем более она неплоха. Или не будем? Вот большой вопрос. Но в любом случае нам нужно еще Нингуан апнуть. И, видимо, главного героя. Так, тут нужно... Чуть-чуть не хватило главному герою. Видимо, придется потратить книжку. Хоть это и не выгодно. Так, теперь возвышаем главного героя. Возвысить. Первая звезда открылась. Подтверждаю. Теперь. А награды-то можно увидеть свои? А, вот, получить. А, их надо еще отдельно. Я думал, они автоматом не дадутся. Получить. А че будет за второе? Это награда или необходимо... А, вот, награда снизу, да? Награда за возвышение. Да, награда снизу. Вот. Значится дальше. Смотри, мы можем еще апнуть вот этого чувачка. И я не вижу никаких причин этого не делать на самом-то деле. Тоже не достиг 20 уровня как-то? А вот, достиг. Возвышаем, ребятки. Хотя бы ради роллов. Почему нет? Возвышаем. Награду. Награду. Получить. Ноэльку. Возвышаем. Возвысить. Подтвердить. Получить. Так, тебя возвысил, тебя возвысил, тебя не могу, тебя возвысил. Вот эту вот девочку можно еще возвысить. Но для этого нужно ее апнуть. Хочу ли я ее апать, ребят? Насколько это будет невыгодно? Пять книжек. Блин, не хочется эпические книжки тратить. Давай вот этих вот штук 25 потратим. 20. Я не знаю зачем, но пусть будет. Пусть будет. Почему нет? Подтвердить. Вот. Теперь мы можем еще и эмбер возвысить. Возвышаем эмбер. Наверняка мне потом в комментах напишут, что так делать не стоит. Но, ребят, я не я, если я не сделаю все неправильно. Поэтому мы это все дело возвышаем. У нас получается теперь куча роллов, куча наград. Также, также, что у нас еще есть? Мы что-нибудь вдруг забыли где-нибудь? Здесь все получили? Просто хочется один раз и все. Один раз и все потратить. Ладно, давай отправляемся в молитву, наверное. У нас два вот таких и шесть обычных. А мы, знаешь, с тобой, как сделаем магазин, магазин пополнения? Нет. Магазин паймен. Вот. Вот эту пыль мне сказали не тратить ни при каких условиях. Вот эту пыль можно, сказали, тратить. Давай, может, ее и потратим. А что мы хотим? Мы хотим обычные или нет? А давай проверим. Для этого нужно открыть молитву. Смотри. Здесь из необычного можно выбить ци-ци. И я ее хочу. А из... В смысле, наоборот, из обычного. А из необычного кэцин, Барбару, Нингуан и Беннета. Ммм. За каждые десять совершенных молитв вы гарантированно получите предмет четвертого или выше. Тут гарантия. Но и тут гарантия. По логике вещей лучше купить четыре обычненьких, потому что таким образом мы точно получим вот здесь гарант. Но с другой стороны... А вот вопрос. Вопрос. Знаете, какой? А ци-ци... Ой, в смысле, Диона. Откуда может выпасть из этих двух баннеров? Из стандартного, что ли? Ну вот и как мне быть? Вот скажи. Ну получается, мне нужно вот эти, что ли, купить? 375. А у меня 390. Таких нужно четыре. Все остальное можно потратить на фиолетовые. Так. Покупаем тогда вот так. Дальше покупаем уникальные. Теперь обмен камней истоков. Нет, давай-ка мы с тобой... А сколько я их могу, подожди? Три всего? Три, да? Давай тогда мы с тобой сделаем как? Мы сейчас с тобой помолимся. А там посмотрим, что лучше-то. Значит, уникальное открываем. Давай. Че там, че там, че там, че там? Давай, че-нибудь. Безполезно. Так понятно. Можно закрывать. Че-нибудь эпическое, эпическое. Не везет твоему стримеру. Копье какое-то вонючее выпало. Черная кисть. Так понятно. Я верю, я верю, я верю, что что-нибудь выпадет. Твоему стримеру не везете. Окей. Здесь мы в пролете. А тут давай по одной или сразу здесь? Давай по одной. Давай по одной. Давай по одной. Че-то, 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 героя. Ну нафиг она мне нужна? Блин, у меня гарант слетел, получается, да? У меня же уже выпала штучка фиолетовая. У меня гарант слетел. Обида. Ладно. Пусть это будет герой, пусть это будет герой. Давай, я скрестил все пальчики. Нет, это не будет герой. Это будет вонючая книжка. Ну давай, 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 давай. Герой, герой, герой. Понятно. Фигня всякая. Еще, еще, еще. Я хочу героя. Цы-цы, цы-цы. Я хочу цы-цы. Ну игра. Ну, ну, будь милосердно. Милосердно. Цы-цы, 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 цы-цы. Ребят, эта игра издевается надо мной. Я хочу цы-цы. Но не получу цы-цы. Давай, 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 давай. Нет. Не мой день, видимо. Ну давай, что-нибудь. Ребят, ну я в расстройстве. Мне ничего не выпадает. Я не везучий. Мне гарант сбила книжка бесполезная. Плак, плак. И опять ни-ши-ша. Понял? Ни-ши-ша. Грусть, печаль, б... Че там, че там, че там, че там, че там, че там? Беннет, Беннет. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ее. Две эпических вещи. За десять, десять, десять молитв. Бум, бейба. Ее. Я знал, что надо открывать по одной. Чтобы нагнетались эмоции, чувства. Чтобы ты сидел такой, ну все, тебе ничего не выпадет. И тут... Оп. И Беннет. Довольный, как слон. Не-не-не-не-не-не-не. А теперь можно попробовать выбить ци-ци. Ой, в смысле, кацин. Погоди. Мне из обычного выпал Беннет, который выпадает... Вот здесь? Что? Мне из обычной выпал Беннет, который выпадает уникальных? Ребят, ну это жесть. Ну что, пошли покупать, короче. Тогда получается уникальный магазин. Магазин Пайман. Звездная пыль. Вот эти вот давай покупаем. Обмениваем. У меня получается две. Теперь нам надо вот этих вот накупить пять. Ну и пошли, что? Пошли менять. Еще помолимся. Ка-еф! У меня теперь еще плюс один перс. Но я-то хочу, блин, Диону. Понимаешь? Давай. А сколько раз я уже помолился? Не помню, ну ладно. Так, тут ничего не будет. Как всегда. Как всегда ничего не будет. Давай. Ди-о-на. Ди-о-на. Ну тут выпадет не Дион, а тут, скорее всего, Кацин выпадет. Ну хоть так. Че там? Че там? Че там? Че там? Че там? Че там? Ну-ка, 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 ну-ка. Да ты рофлишь, что ли? Алло. Алло, ребят. Ну хватит. Хватит Беннета мне давать. Дай мне что-нибудь другое. Я Диону хотел вообще-то. Ну как так? Это только я могу так выбить одного и того, же героя дважды. Нет бы разных дало. Так, ладно. Ну последний раз че. Поехали. Ээээ, ничего не будет. Ничего не будет. Как это жалко. То ничего нет. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Я выбил вот отсюда. Вот отсюда я выбил. То, что можно выбить вот здесь. Ну как это работает? Игра. Ну вот разве можно так? Игра. Ну че, пошли. Детали. Там книжка выпала. Надо оружие теперь менять. Сменить. Восстановление энергии. Базовая атака. Здесь че? Мастерство стихий. Ну наверное вот это. Дружественный бриз. Критические атаки имеют 60% санс. Сожжать элементарные частицы, которые восстанавливают шестинец энергии. Возникает раз в 12 секунд. Ну давай поменяем на эту книжку. Че нам еще-то делать остается? Это первое. Второе. Давай смотреть Беннета. Че он умеет? Как он выглядит? Что у него вообще? Как? Зачем? И почему? У меня открылись какие-то вот звездочки. Увеличивает силы атаки науков, волнительные приключения. Больше не имеет ограничений по хп. Так же науку получается. Погоди. Надо сначала понять, что он делает. Значит счастливый меч? А нет. Давай мы вот как сделаем. Мы его сейчас потестим просто визуально. Значит смотри. У меня получается что? У меня получается мне нужно кого-то сменить. Блин. Героев уже слишком много. Так. Кея с уважением. Тут это. Беннет появился. Так ты не ругайся давай. Удача Беннета нам выпала. Давай. Что ты делаешь, если долго стоишь? Ребят, каеф. Серия вышла идеально. Ничего практически не выполняли. Героев двух дали. Ну как двух. Такойся, конечно. Но тем не менее. Ну алло, игра. Ну давай. В него кто-то что-то кинул. Это первая анимация. А еще? Ну, Пазязя, покажи какие у тебя анимации. Лис. Давай. Покажи. Что ты умеешь еще? Зеленоглазый мальчик. Типичный трап из аниме. Да не калякать я хотел, чтобы... Эх. Покажи анимацию. Он издевается надо мной. Ты видишь? Он стоит и ржет. О. Ну, такое. Ну ладно, я понял, короче. Пафосный пацан. Что делаешь? Меч, кстати, мы ему дадим тот, который носит у меня главный герой. Поэтому давай-ка мы его берем. Сменить. На главный геройский меч. Подтвердить. Теперь. Созвездие созвездиям. Таланты. А, погоди, я же хотел их посмотреть. Значит, как мы деремся? Сменить. Так, подожди. Надо какого-нибудь моба найти. Давай куда-нибудь телепортимся. Ну вот, например... Я не знаю. А вот давай сюда. Там как раз цветочек. Сейчас его возьмем, посмотрим, что он тут делать умеет. Где тут? Подожди. Давай, малыш. Надо ему еще крылья поменять будет. А вот какой-то хиличурл. Ой, не повезло тебе, малыш. На тебе я буду тестить. Ну, дерется как Кея, только без вот этого противного телепорта за спину. Погоди, у него на сильную атаку какая-то штука интересная. Смотри. Такой мощный, типа, удар подряд. Нравится. Нравится. Очень нравится. Так, теперь надо понять, что делает его Ешка. Так. Хиличурл номер два. Тут какой-то квестик? А, огненная атака, типа, да? Вот смотри, я такой. Оп. И бью. То есть это огненная атака. А если я подержу подольше, прям подольше, подольше... Так. И это у тебя просто Е? И это у тебя просто Е, мальчик? Оу. Ой, лягушка, 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 лягушка. Ребят, его просто Е делает вот так, прикинь. Как-то это жестковато. Так, ладно. Хорошо. Че, че, где, че, че, как? Нам нужно теперь где-то набить ульту и испытать ульту, получается. Так, а здесь что и где? А не мокл где-то я вижу. Так, понял. Он понял, принял, отошел. А тут какой-то квестик. Искатель приключений. Ну, давай, короче, выполним твой квестик. Как же нам быть? Пускай мы выясним, как преодолеть барьер печати, но с таким количеством монстров вокруг, что случилось? Прости, я задумался. Меня зовут Ливингстон. Я искатель приключений. В долине, заполненной монстрами, я уже не ожидал встретить живого человека. Я искательница приключений и первооткрывательница. А ты, как я полагаю, мой коллега. Звездное небо над головой и мрачная бездна под ногами. Вот из чего на самом деле состоят путешествия. Барьер с тремя печатями защищает поле битвы. Его сотворили выжившие, чтобы прах их товарищей оставался непотревоженным. Но что нам остается делать? Прости, я потерял мысль печати. Благодаря пониманию принципов работы потока элементов, я, великая путешественница Ливингстон, выяснила, как устроен этот барьер. Три барьера с печатями соответствуют трем статуям стихий, которые находятся в трех лагерях хиличурлов. На севере обитает племя, известная как Мясное. Его подробно описал в своих трудах замечательный ученый Алан. Примитивное общество, предпочитающее грубую силу и грубую пищу, в отличие от нас. Их мало интересует интеллектуальное изыскание. Статус стихии находится на арене Мясного Пламени. Однажды я пробралась в их лагерь, чтобы активировать ее, но когда я вступила на арену, они восприняли это как вызов. Не успела я опомниться, как меня окружила толпа хиличурлов. Ох, если нам удастся победить их, то мы сможем снять печать. Другой механизм. Еще одну статус стихии можно найти в Южном лагере. Местные племя известны как Сонные. Как только наступает ночь, они засыпают в мертвом сном. В отличие от нас, они не готовы бодрствовать и трудиться круглые сутки напролет. Статус стихии стоит в их пруду. Когда я попыталась к ней пробраться, меня встретил огромный хиличурл со щитом. К востоку, на вершине холма, стоит лагерь Премени. Затмение. Согласно записям Алана, они строго соблюдают все шаманские ритуалы. Им не хватает нашей смелости, чтобы отойти от традиций. Статус стихии расположен в самом центре их лагеря. Там обитает не только шаман, но и маги бездны. Я великая путешественница Ливингстон, с чьей мудростью сравнятся только звезды, не обладая достаточно физической силой, чтобы одолеть их всех. Ох, обидно. Тебе тоже меня жалко? Но в словаре Искателя Приключений нет слова жалко. Если у тебя что-то не получится, значит что-то недостаточно стараешься. Нас ждут бездны и звезды, юный путешественник. Жаль, что даже Ливингстон никогда не сумеет достичь звезд. Разберись с тремя племенами Хили Чурлов и активируй три статуи стихии. Скорее всего, без грубой силы тебе не обойти. Как я рад, что нужно просто прийти всех и убить. Добрый стример. Мне не терпится узнать, какие сокровища скрыты за барьером. Если ты настоящий искатель Приключений, если ты берешь свои силы, то принимай вызов. В любом случае, береги себя, милый друг. Обидно было бы оставить здесь навсегда свои кости, когда в мире осталось еще так много неразгаданных тайн. Короче, мы отслеживаем сей квестик. Можно мне отслеживать квестик? Так, спасибо. А где Анимоку? Он в самом верху, но чтобы к нему пройти, нужно выполнить квест, да? Я вас понял. Так, но мы-то шли вообще вот сюда. На вот эту штучку, на цветочек. А как туда пройти быстро? Без особых проблем. Ну, обалдеть, ребят. Мне выпал Беннет. Я хотел Ци Ци и Диона, а мне выпадает Беннет. Ладно, Беннет тоже норм. Я хотел Беннета, Рейзера, Ци Ци, Диону. Ну, Нингуан уж выпало, так выпало. Сян Лин, раз уж выпало, так выпало. Так вот, и здесь где-то еще один Анимоку. А где? Непонятно. Он сам себя бьет, это неудобно. Почти ульта. Так, почти ульта, но я не фуловый. А где Анимоку? Вот здесь где-то Анимоку. А где? Судя по всему, где-то вот тут наверху, да? И наверняка, чтобы к нему забраться, нужно забраться на скалу, да? Ну, очень на то похоже. А, я падаю, потому что мне нет сил. Просто Анимокулы нужно собирать, ребятки. За 7 Анимокулов я получу больше стамина. Больше стамина, ну, вы сами понимаете, да? Они, как говорится, просто так на земле не валяются. Ой, а у меня что-то горит, как будто бы я что-то не взял. А что я не взял? А, ну это у Беннета горит, типа он весь голенький, не одетый. Так. Как забраться-то сюда? Ну, допустим, я сюда залезу, а дальше-то что? Блин, еще, что ли, куда-то выше надо залезть? Ну, типа, нет. Ну, типа, не получается. Так. Ну, как тогда? Погоди, здесь, наверное, где-нибудь поток воздуха есть, да? А я, как всегда, прошляпил этот момент и просмотрел. Да? Или нет? Не понимаю. Ну, как-то же сюда можно забраться? Тек. По ощущениям, как будто бы где-то должен быть поток воздуха, с помощью которого можно будет залезть. Видите ли вы такой поток воздуха, ребятки? Ну, что-то не похоже на то. А, вон, что-то есть. Погоди, куда ты меня ведешь? Непонятно, куда меня ведут. Как они могло-то собрать, Оля? Ну, а ты что стоишь? Открывайся давай. Каких еще и два. Так. В итоге я не нашел места, с которого можно запрыгнуть туда, куда я хочу. Это меня немножко напрягает, на самом деле. Мыс Веры. Что за мыс Веры? Я здесь был? Ну, судя по всему, нет. Раз мне тут показывают какие-то анимации. И кат-сценки. 22 уровень. О-о. Ой-ой. Нифига ты мне сжахнул. Скажу я тебе. Плохой знак. Защити меня от мира. Получил чего-то я. Че делает Беннет? Мне просто интересно. Я просто поджигаю в огромной области все. Пек. Я просто беру и поджигаю все в огромной области. Сам себе, короче, хуже сделал. Все, что понял я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, меняем срочно персонажа. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, Беннет поджигает огромную область своей ультой. И да, я мог это прочитать, но я предпочитаю методом тыка. Так, давай, опускайся, чувак. Так, хорошо, я понял. Плохой знак. Давай, приземляйся, чувак. Приземляйся. Да я тебя не обижу. Давай. Он не хочет. Так, все, победа. Активирована новая точка чего-то там. Но мы его выиграли. Урата орла. Какой левел? 35-й. 35-й левел. Ключ от усыпальницы глубин Монштадта. Так, ну, предположим. Короче, мы выяснили, что делает Беннет, ребятки. Случайное приключение. Случайное приключение. Какое еще случайное приключение? Тоже 31-го левела. Обычный сундук, кстати говоря. Вот здесь какое-то случайное приключение. Что за приключение? В общем, Беннет, ребятки, поджигает. Развейте таинственные следы с помощью Анима. Короче, Беннет поджигает огромную область. И с одной стороны это круто, с другой стороны что-то оно скорее мешает, чем... С помощью Анима мне надо поменять, что ли, героя? Так, достижение дали какое-то. Так, получить. Отряд. Получается... Нужен ли мне Беннет? Вот вопрос. Ого. Так, ультуем. Так, я понял вас. Ультую. Ультуем. Зачем я ультанул на Сян Лин? У них же иммунчет к огню. Эх. Стримлер. Вечно ты что-то не то делаешь. Так. Предположим. Ультую. Ой, сейчас взорвется. Случайное событие завершено. Мора. Опыт дружбы. Ну, короче, что-то тут по-другому выбивали, ребят. Чисто рандомный квестик. В общем, в итоге-то непонятно. Нужен ли нам этот прекрасный Беннет или не нужен. Ну, ладно. На фазе возвышения персонажа 4. Находясь в области навыка Волнительное Приключение, навык Средиземенное Стремление получает следующее свойство. Так, ладно, короче. Волнительное Приключение. Беннет проводит атаку в прыжке, который наносит первый урон, создает круг вдохновения. Круг вдохновения. Восстанавливает персонажа в области ХП, которых равно или ниже 7, определенное количество ХП, которое зависит от максимального ХП Беннета. Если ХП персонажа... А, погоди, так он не наносит урон огнем. Он хилит в этой области? Или что? Что-то я не понял. Беннет проводит атаку в прыжке, который наносит первый урон и создает круг вдохновения. Восстанавливает персонажа в области ХП, которых равно или ниже 70. То есть он, короче, регенит вспышка страсти. Уменьшает время отката навыка Чрезмерное Стремление, то бишь вот это, на 20%. Храбрый Кровь. Находясь в области навык Волнительное Приключение, навык Чрезмерное Стремление получает следующее свойство. Уменьшает время отката на 50. Уровень заряда 2. Не подбрасывает Беннета в воздух. То есть он не взлетает? Вступайте осторожно. Уменьшает длительность экспедиции в Манштадте на 25%. Мммм, пассивный талант. Ну, короче, я тебя понял. Я тебя понял. Теперь давай Созвездие открывать, видимо. Я так понимаю, удача Беннета, это исключительно штучка для Беннета, стало быть. Стало быть, что, открываем. Увеличивает силы атаки навыка Волнительное Приключение, то бишь Ешки. Больше не имеет... Нет, погоди, Волнительное Приключение? Что такое Волнительное? А, ульты, да? Ульты. Еще раз читаем. Увеличение силы атаки навыка Волнительное Приключение больше не имеет ограничений по ХП. Также навык получает дополнительные 20% базовой атаки Беннета. Ну, активируем. Ну, вот, короче, что-то мы тут открыли. А персонажи, искатель приключений, пиро, созвездие, дорога опасностей. Добросердечный, порядочный искатель приключений из Манштата, который, к несчастью, сказочно невезуч. Прямо как я. Так, ну и что, мальчик, тебя надо во что-то снаряжать, стало быть. Во что тебя снаряжать-то? Увеличивать силу атаки. Это что у меня такое? Винок расставания. Я бы его снарядил в какой-нибудь обычный бы, на самом деле, нарядик. На ХП, например. Наверное, мы пока его оставим и снарядим уже, наверное, либо между серией, либо в следующей серии вы там напишите, как его стоит снаряжать. Вот. Наверное, тяг. Наверное, тяг. И еще, мне кажется, у меня есть возможность, да, купить один ролл. Мы можем купить один обычный ролл за 160. Или, может быть, проверим, может быть, у меня в магазине скидка на них. Есть скидка в магазине на роллы какие-нибудь? Я могу, конечно, купить вот этот ролл. Вот, у меня есть скидка. Я здесь могу купить один ролл за 75. А, это я вот тут покупал, да? А здесь? А здесь один ролл за 160. И в итоге у меня есть еще две молитвы. Давай, короче, напоследок. Пару раз попробуем выбить ци-ци. Давай. Нет. Да, да, да. Ци-ци, ци-ци. Пусть это будет ци-ци. Игра, ты меня расстраиваешь. Ну, просто расстраиваешь. Просто, вот, вот просто пойми, игра. Ты нехорошая. Ты портишь мне роллы. Я их добываю потом и кровью. Ну, вот, ну, вот какое копье? Ну, вот скажи, ну, вот какое копье? Ну, вот какое, блин, копье? Магазин. Магазин, пайм. Че я могу купить? Ну, я могу, конечно, купить за 8, но это очень невыгодно, как мне сказали подписчики. Ммм, да. Наверное, не будем тратить. Наверное, не будем тратить вот на это. Ну, и че в итоге? Давай, смотрите. Мне выпало копье. Единственный персонаж с копьем у нас это вот эта вот дамочка. Что за копье мне выпало? Гроза драконов. Увеличивает на 20% урон против врагов, находящихся под действием гидры или пироэлементов. Ну, как раз под нее. Получается, мы меняем. И теперь... Теперь мы имеем супер-пупер вот такую штучку, которая будет у нас прокачиваться. А я всем их снарядил. У меня вот здесь вот, по-моему, есть лук какой-то, да? Трехуровневый. Шанс крит попадания. Одинаковый лук. Кек. Крит урон. Тебе че я могу дать? Ну, у нее есть какая-то книжка, и ладно. Тебе что можно дать? Супер-пупер меч мы ему дали. Даже не знаю, надо ли ему этот меч давать. Вот для нее у меня нет ни одного нормального меча. Сила атаки. Мастерство стихий. Базовая атака. ХП. Давай хоть вот этот меч, что ли, он посимпатичный выглядит как-то. Пусть будет ХП у нее на максимум. Она же как танк у меня, считайте. Вот. Ну, как-то вот так получается, ребятки. По максимуму все, что мог, наролил. Так, где у меня тут? Мы должны закончить на Беннете. Давай тебя меняем на Беннета. Вот так вот. Давай встанем где-нибудь на фоне чего-нибудь красивого. Встанем где-нибудь на фоне чего-нибудь красивого. Встанем где-нибудь на фоне чего-нибудь красивого. Встанем где-нибудь красивого. Встанем где-нибудь красивый. 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 Ну что-то я не знаю, как тут тебя зафоткать, чувак Ну, пусть будет вот так Даже здесь я моргаю не вовремя, ну, чувак Все, сохранить Готово, ребятки В общем, на этой прекрасной ночи будем заканчивать Ссылочка на плейлист с прохождением этой игры, конечно же, конечно же, ребятки Будет в описании под видео Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии Подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Battle.net, CRDiscord А также на мой инстаграм Оформляйте спонсорскую подписку, что-то там Вот, и, собственно, удачи и пока-пока